День в истории. 1 января. С Новым годом, товарищи! Давайте посмотрим, чем отмечена эта дата в истории нашей страны и мира. 1893. 1 января 1893 года в уездном Петровске Саратовской губернии родился Иван Васильевич Панфилов. В 1915-м был призван в армию. Участвовал в сражениях Первой мировой. С 1918-го в Красной армии. Воевал в составе 25-й Чапаевской стрелковой дивизии. После Гражданской войны он участвовал в борьбе с басмачами в Средней Азии. В Великую Отечественную генерал-майор Панфилов, командир 316-й стрелковой дивизии, защищавшей Москву за мужество и героизм, 17 ноября 1941 года 316-я стрелковая дивизия получила почетное звание Гвардейская и была преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 18 ноября 1941 года генерал-майор Панфилов погиб. 23 ноября дивизии присвоено имя командира. Она стала Панфиловской дивизией. 12 апреля 1942 года генерал-майору Панфилову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Немцы с ужасом писали о дивизии, солдаты которой не сдаются в плен, чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти. Но в чем же был действительный вклад Панфилова в дело победы? В фанатизме и бесстрашии его бойцов, как предполагали немцы? Вот как вспоминал о своем командире один из комбатов дивизии Бауэрджан Мамышулы. Состав дивизии был некадровым, за исключением старшего командного состава. Она состояла из разношерстной массы. Там были бухгалтера, учителя, были и неграмотные, и кандидаты наук. А рядовой состав – от чернорабочего до народных комиссаров. По национальности – более 30. На выработку настоящего качества солдата требуется много времени. Но нам дали всего два месяца. Сколотить такое боевое соединение – это большое дело. Мы, степняки, попадаем в болото и лес, которого с седой старины наши дедушки не видели, и куда предки не ступали ногой никогда. За короткое время, в течение одного месяца, свое боевое соединение Панфилов, как педагог и командир, научил не только ходить по лесу и болотам, но и воевать. В нем были качества оригинального военного мыслителя. Для того, чтобы быть оригинальным, нужно быть смелым новатором тактики и военной мысли. Генерал разума. Генерал логики. Генерал расчета. Генерал хладнокровия. Генерал стойкости. Генерал упорства. Генерал целеустремленности. Страшной осенью 41-го в Панфиловской дивизии солдаты учились не героически погибать, а побеждать превосходящего противника. Побеждать не числом, а умением. Расчетливо останавливать его, сковывать, изматывать и уничтожать. Доказательства этому можно найти в наградном листе Ивана Панфилова. Из наградного листа. В борьбе с немецкими захватчиками, на подступах к Москве, дивизия вела ожесточенные бои с превосходящими в четыре раза силами противника. При самых трудных условиях боевой обстановки, товарищ Панфилов всегда сохранял руководство и управление частями. Ведя беспрерывные бои на подступах к Москве, в течение месяца части дивизии не только удерживали свои позиции, но и стремительными контратаками разгромили вторую танковую, двадцать девятую моторизованную, одиннадцатую и сто десятую пехотные дивизии, уничтожив девять тысяч немецких солдат и офицеров, более восьмидесяти танков и много орудий, минометов и другого оружия. Такие вот дела. Одна наспех сколоченная дивизия против четырех обстрелянных и привыкших к победам завоевателей Европы. Такой счет. И, кстати, если вдруг услышите старую печальную песню «У деревни Крюково погибает взвод, все патроны кончились, больше нет гранат», вспомните, что как раз под деревней Крюково находился штаб батальона панфиловца Мамышулы, который собственноручно пристрелил бы перед строем растяпу лейтенанта, оставившего свой взвод без боепитания. Беззавидный героизм, хорош в либеральных сказках. В жизни ему должны сопутствовать знания, умения, обученность бойцов, хладнокровие и расчет командиров. И ротация боевых частей при налаженном снабжении. 1919. 1 января 1919 года Центральный комитет Российской коммунистической партии большевиков и Совет обороны создали комиссию в составе Иосифа Виссарионовича Сталина и Феликса Эдмундовича Дзержинского для выяснения причин сдачи Перми и принятия мер к восстановлению положения в этом районе. В этот же день в Москве состоялось Всероссийское совещание продовольственных организаций, высказавшееся за введение продовольственной разверстки. И в этот же день, 1 января 1919 года, в Смоленске было объявлено об образовании Советской Социалистической Республики Белоруссия в составе РСФСР. 8 января 1919 года правительство Советской Социалистической Республики Белоруссия переехало из Смоленска в Минск. Это событие в современной историографии называется первым провозглашением. Этому государству суждена была очень короткая история. Уже 31 января 1919 года Советская Социалистическая Республика Беларусь вышла из состава РСФСР, а ее независимость официально признала правительство Советской России. 1920. 1 января этого года Красные полностью заняли Кузбасс. На Южном фронте в этот день войска Красной Армии продолжали наступление против Деникина, на Восточном – против остатков колчаковских войск и на Севере – против белогвардейских частей Миллера. 1921 в Туркестане, в Аулие-Ате, ныне Джамбу, 1 января открылся первый съезд казахской и киргизской бедноты, на котором присутствовало 600 делегатов. Съезд одобрил земельную политику советской власти и наметил меры к укреплению организации бедноты. 1 января 1924 года в Москве вышел первый номер Центральной военной газеты «Красная звезда». В годы Великой Отечественной войны на страницах газеты постоянно публиковались материалы о массовом героизме защитников Отечества на фронте и в тылу. Каждый номер был полон стремления вселить в читателей уверенность в победе над врагом, поднять боевой дух воинов, вдохновить их на подвиги. Корреспонденты газеты постоянно находились в местах решающих событий. 17 из них погибли, выполняя редакционные задания. В «Красной звезде» военных лет работали такие известные писатели, как Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Всеволод Вишневский, Илья Эренбург, Константин Симонов, поэт Алексей Сурков. Это не просто звезда. Это созвездие. 1 января 1928 года. Москва. По сводке Центрального статистического управления СССР дефицит товарного хлеба составил 128 миллионов пудов. Несмотря на хороший урожай 1927 года, крестьяне обеспечили поставки только 4 миллионов 800 тысяч тонн хлеба вместо 6 миллионов 800 тысяч тонн предыдущего года. Кризис хлебозаготовок Иосиф Виссарионович Сталин назвал кулацкой забастовкой. Именно это стало побудительным мотивом ускорения коллективизации. А 1 января 1932 года введен в действие Нижегородский автомобильный завод имени Молотова. Позднее Горьковский автомобильный завод ГАЗ. История завода началась в 1929 году после подписания соглашения о техническом сотрудничестве между Всесоюзным Советом Народного Хозяйства СССР и Форд Мотор Компани. Собственно СССР от Форда были нужны технологии поточного производства автомобилей. Сам автомобиль большого значения не имел. Его советские специалисты могли скопировать не шибко напрягаясь. С технологиями было сложнее. Купить технологии конвейерного производства можно было только у Форда. Близкими технологиями располагал GM. Но корпорация была на подъеме и делиться задешево не желала. У Форда, наоборот, дела шли неважно. Новая модель Форд А бестселлером на рынке США не стала. Спрос был сугубо замещающий. Проще говоря, владельцы Форд Т меняли его на Форд А. Поэтому Генри Форд отчаянно нуждался в средствах. Был у старика Форда и более далекий расчет. Он считал, что советская власть в России дальше сороковых годов не продержится. А после падения режима с новыми властями он как-нибудь договорится. И в руки фермы упадет готовый завод, работающий по стандартам Форд. Завод вступил в строй 1 января 1932 года. Первыми собранными из американских запчастей были полуторатонные грузовики НАЗ-А. На этот момент Нижний Новгород еще не переименовали в Горький. И завод назывался Нижегородский автомобильный. Главной целью нового завода было насыщение Красной Армии автомобильной техникой. Поэтому приоритет отдавался выпуску грузовиков и шасси для броневиков. На 1 января 1932 года в колхозы были объединены 62% крестьянских хозяйств. 1934 год. 1934 год. 1 января было принято постановление Центрального исполнительного комитета СССР о создании Академии архитектуры СССР. 1935 год. С 1 января в Турции были введены фамилии и отменены титулы. 1942-й. 1 января в Вашингтоне была подписана Декларация 26 государств о совместной борьбе против государств Тройственного пакта Германия-Италия-Япония. То есть создана антигитлеровская коалиция. Буржуазный мир решил таки совместно побороться с фашизмом. Правда, на тот момент большинство европейских стран были или фашистскими, или под оккупацией. Воистину, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. 1943. 1 января началась Северокавказская стратегическая наступательная операция с целью разгрома Северокавказской группировки противника и освобождение Северного Кавказа. Длительность операции составила 35 суток. 1946. 1 января император Японии Хирохито отрекся от своего божественного статуса. Ну да, после 45-го какой уж там божественный статус в оккупированной американцами Японии. 1947. Новогодний праздник в СССР впервые отмечался как нерабочий день. 1955. 1 января 55-го года центральное телевидение СССР перешло на ежедневное вещание. А 1 января 1956-го года Судан получил независимость от Египта и Великобритании. 1957. 1 января 1957-го года Согласно плану Дропшот принятому в США в 1949-м должен был наступить день Д ядерное нападение на СССР. По замыслам заокеанских стратегов США должны были к этому времени достичь подавляющего количественного преимущества 10 к 1 по атомному оружию и некоторого опережения по обычным вооружениям. На СССР должны были быть сброшены 300 атомных бомб и 29 тысяч тонн обычных. В плане от 1949-го года утверждалось 1 января 1957-го года США будут вовлечены в войну против СССР из-за акта агрессии со стороны СССР и его сателлитов. Далее планировались удары и оккупация территории СССР и его союзников. Этим надеждам не суждено было сбыться, так как силами советских ученых и инженеров были созданы атомное и ракетное оружие, обеспечивающее нанесение необратимого урона любому потенциальному агрессору. 1959-й 1 января революционные войска под руководством Фиделя Кастро вошли в столицу Кубы Гавану. Проамериканская диктатура Батисты была свергнута. 1960-й 1 января этого года вступила в силу новая Конституция Демократической Республики Вьетнам. Конституция определяла сущность ДРВ как государство народной демократии, опирающееся на союз рабочих и крестьян под руководством рабочего класса, которое идет постепенно от народно-демократического строя к социализму путем развития и преобразования народного хозяйства. А Камерун в тот же день получил независимость от Франции. 1961-й 1 января 1961-го года в СССР проведена денежная реформа. Изменение масштаба цен, деноминация и замена денежных знаков 10 старых рублей обменивались на 1 новый рубль. Денежную реформу 1961-го года часто пытаются представить обычной деноминацией наподобие той, что была проведена в 1998-м году. На взгляд непосвященных все выглядело предельно просто. Старые сталинские портянки заменили на новые хрущевские фантики. Меньшие по размерам, но более дорогие по номиналу. Находившиеся в обращении денежные знаки образца 1947-го были обменены без ограничений на вновь выпущенные по соотношению 10 к 1 и в том же соотношении были изменены цены всех товаров, тарифные ставки заработной платы, пенсии, стипендии, пособия, платежные обязательства и договоры. Делалось это якобы лишь в целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности деньгам. Однако тогда, в 1961-м, мало кто обратил внимание на одну странность. До проведения реформы доллар стоил 4 рубля, а после ее проведения курс был назначен 90 копеек. Многие наивно радовались, что рубль стал дороже доллара, но ведь если менять старые деньги на новые 1 к 10, то доллар должен был стоить не 90, а лишь 40 копеек. То же самое произошло и с золотым содержанием. Вместо того, чтобы получить золотое содержание, равное 2,2 грамма, рубль получил лишь 0,98 грамм золота. Таким образом, рубль был недооценен в 2,25 раза, а покупательная способность рубля по отношению к импортным товарам соответственно во столько же раз уменьшилась. Недаром бессменный с 1938 года глава Наркомфина, а потом и министр финансов Арсений Григорьевич Зверев, не согласившись с планом реформы, ушел 16 мая 1960 года с поста главы Минфина. Ушел он сразу после того, как 4 мая 1960 года в Кремле было подписано постановление номер 470 Совета министров СССР об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами. Опытный финансист и старый большевик не мог не понимать, к чему приведет такая реформа и не пожелал участвовать в этом деле. Последствия этой реформы были губительными. Импорт резко подорожал и заграничные вещи, которыми советского покупателя и до этого не особо баловали, перешли в разряд предметов роскоши. 1962 1 января Западная Самоа получила независимость от Новой Зеландии. 1984 1 января Бруней получил независимость от Великобритании. Это все было эхом нашей революции. А вот и эхо контрреволюции. 1 января 1992 Сербия и Хорватия согласились с планом размещения сил ООН в регионе. 1 января 1993 Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию. 1 января 1997 начало вещания РЕН-ТВ антинаучного канала просто невозможного в СССР. А 1 января 2009 года в Норвегии вступил в силу закон об однополых браках. 1 января 2011 года в аэропорту Сургута загорелся самолет Ту-154 Б-2 Компании Когалы Мавиа погибло три человека. А 1 января 2013 года у стадиона в городе Абиджане это республика Код-де-Вуар Африка в давке начавшейся после новогоднего фейерверка погибли не менее 60 человек. Такие разные новогодние события. А сейчас что ж Новый год для нас это новые дела и старая борьба за рабочее дело. Присоединяйтесь к нашей борьбе. Редактор субтитров Корректор А.Егорова КОНЕЦ